Все профессии нужны, все профессии важны, даже самые странные. Возможно, вы никогда не находили эти специальности в брошюрах престижных университетов. И все же их представители также необходимы обществу. Особенно ввиду своей редкости. Если вы чувствуете острое желание радикально сменить профессию и ищете нечто экзотическое, присмотритесь к этому списку. Тестировщик эффективности дезодоранта. Эта профессия в реальности еще интереснее, чем звучит. И ее представители даже не обязаны сами пользоваться тестируемым дезодорантом. Их главная задача – обонять подмышки подопытных и определять, насколько продукт эффективен в борьбе с запахом пота. Работа во всех смыслах не для каждого. Автор предсказаний для печенья. Точнее, для людей, которые любят знаменитые форчин-кукис. Они же печеньки с предсказаниями. Пока люди едят сладкое и верят в романтичную ерунду, выпускникам журфака всегда будет чем заняться. Инспектор игральных костей. Казино сделает все, чтобы не дать игрокам ни единого шанса на победу. И все же даже в Лас-Вегасе играют по правилам. А значит, игральные кости должны быть в идеальном состоянии. Ровные грани, правильный вес, баланс – эти и другие параметры регулярно проверяют профессиональные инспекторы. Вот кто действительно честно зарабатывает в казино. Ныряльщик за мячами для гольфа. Площадки для истинно джентльменской игры зачастую соседствуют с речками, озерами и прочими красотами. И туда так любят отправлять мячи неопытные игроки. Элитные гольф-клубы могут позволить себе специально обученного ныряльщика с зарплатой около 100 тысяч долларов в год. Но работа не для робких. Зафиксировано как минимум два случая гибели гольфоводолазов во время исполнения служебных обязанностей. Змеиная доярка. Нет, змеи не дают молоко. Да и, простите, сосков у них тоже не наблюдается. Зато многие виды весьма ядовиты и не прочь укусить человека. В этом случае необходима сыворотка противоядия на основе все того же яда. Жидкость из мешочков за зубами рептилии может добыть только профессионал. Он заставит животное буквально плеваться ядом в специальную емкость без вреда для себя, пациента и гада. Дегустатор собачьей еды. Четвероногим не так просто выразить свои кулинарные предпочтения. Так что представители данной профессии первыми узнают, что собачий корм стал еще вкуснее. Доктор чернильных ручек. Именно так на английском языке называют профессионала, который чинит и заправляет перьевые ручки. Ведь и в 21 веке найдется место для старых добрых чернил. Фейсфиллер. Это человек, который получает зарплату за то, что трогает лица незнакомцев. Не всех, конечно, а только тех, кто тестирует новый крем. Таким образом специалисты с отличным осязанием выясняют, насколько смягчает кожу тот или иной косметический продукт. Детектив для поиска домашних животных. Хотя Эйс Вентура персонаж вымышленный, профессия этого безумного персонажа Джима Керри вполне реальна. Немало людей готовы отдать круглую сумму тому, кто отыщет их пропавшего любимца. Неудивительно, что некоторые настоящие детективы открывают частную практику, связанную с поиском четвероногих. Чистильщик динозавра. На протяжении более 30 лет, 5 дней в неделю, дважды в день Фрэнк Брейстед, работник музея естественной истории в Вашингтоне, с помощью специальной щетки и пылесоса очищал от пыли скелет динозавра. До встречи с Фрэнком гигантский ящер возрастом в 145 миллионов лет никогда не чувствовал себя таким частюлей. Фрэнком гигантский ящер возрастом в 145 миллионов лет.